Любовь Соколова – актриса, которая прожила интересную, яркую и в чем-то трагическую жизнь. Но она навсегда осталась в сознании зрителей доброй и любимой актрисой советского кино. Многие ее вспомнят по картинам «Ирония судьбы» или «С легким паром». Самая обаятельная и привлекательная. И, конечно же, джентльмены удачи. Родилась наша героиня в подмосковном городке Иваново в 21 году. С детства Люба играла в спектаклях, училась стихи, пела и танцевала. А после школы отправилась в Ленинград поступать в институт имени Герцена. И, конечно же, поступила. Проучилась она там недолго, так как узнала, что актерская школа при Ленфильме открыла набор. Она пошла на вступительный экзамен и легко поступила на первый курс. Кстати, тогда же она познакомилась и с молодым актером по имени Георгий Араповский, который в 41 году позвал ее замуж. Она растаяла от красивых ухаживаний и заботы со стороны парня, а поэтому, конечно же, согласилась. К сожалению, уже через месяц началась война, которая унесла жизнь ее любимого мужа и его мамы. Люба же чудом спаслась, выехав по дороге жизни в Москву. Именно в столице она поступила в Авгик, который через три года окончила с красным дипломом. А после выпуска несколько лет работала в театре-студии киноактера. В 50-х годах любовь стала сниматься и в кино. Ее приглашали многие известные режиссеры. Андрей Кончаловский, Андрей Смирнов, Александр Серов и, конечно же, Георгий Данелли, который стал за ней ухаживать. После ухода первого супруга у Соколовой не было мужчин, и заводить новые отношения она не собиралась. Однако напор Георгия был слишком большим, и она уступила. Они прожили вместе 26 лет, но отношения их были далеко не идеальны. Люба была домохозяйкой, она специально не брала больших ролей, чтобы обеспечивать мужу домашний уют. Однако Данеллия часто пропадал на несколько дней и увлекался другими женщинами. Тогда многие знали, что у него была любовница-писательница Виктория Токарева. Свекровь тоже была на стороне Соколовой. Она уговаривала ее не разрушать семью ради сына. Она плакала, переживала, но продолжала жить с неверным Данелли. В одном из своих интервью подруга актрисы Лидия Смирнова сказала, что в один из дней Георгий пришел домой и сказал ей собрать вещи и покинуть его квартиру. На тот момент Соколовой было уже за 60 лет, но она собрала вещи и уехала в свою небольшую квартиру, которую получила еще в начале своей карьеры. Она не стала никого упрекать, жаловаться и уж точно говорить о муже плохо. Просто так получилось. Ей нужно было жить дальше, тем более работа, которая у нее была, в этом ей всегда помогала. Спустя год в жизни актрисы вновь пришло несчастье. Ее сын, который рано женился и жил отдельно от родителей, перестал отвечать на телефонные звонки. Любовь забила тревогу. Ее сына нашли вскоре в квартире без признаков жизни. Тогда пережить тяжелую трагедию ей вновь помогла работа. Ну и, конечно же, невестка и внучка Рита. После потери сына, Любовь стала работать в удвоенном режиме. А всего за свою жизнь исполнила не одну сотню ролей. Это были небольшие, но нужные любому фильму персонажи. Кстати, и в 90-е она сохранила карьеру и не погрязла в нищете, как это было со многими советскими актерами. Ну а ушла из жизни известная актриса в 2001 году. Ей было 79 лет. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу нашей героини, ее жизни и творчестве.